МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как администрация города подошла к подготовке? Какие мероприятия будут проходить у нас в городе? В этом году мы хотим удивить наших работников культуры. В нашей сфере работает 1758 человек. Они работают в музеях, в библиотеках, в школах искусств, в музыкальных школах, в досуговых центрах. И эти люди в этот день будут праздновать наш Всероссийский день работников культуры. Управление готовит праздник. Вот именно управление готовит для нашей сферы такой сюрприз, подарок. 25 марта в кукольном театре мы готовим торжественный прием. Прием будет необычный, прием будет стилизованный, так как у нас объявлен год Всероссийский год кино. И мы постарались эту линию четко провести и в нашем празднике. Будет много интересных сюрпризов, будет много интересных подходов. В частности, будет выставка киноэпизод, культурный киноэпизод, где мы просмотрели много-много советских фильмов, выбрали те кадры, которые как-то или иначе связаны с нашей сферой. Это и библиотеки, музеи. Вот, например, кадры из фильма «Старики-разбойники», где действия происходят в музее. Либо много интересных моментов, связанных со школами искусства. В частности, эпизод приключений электроники, где они все дружно поют на уроке музыки. Это такое лирическое отступление. Мы подготовили выставку, называется «Лица наших горожан». Показать ту эмоцию, ради которой мы и делаем свое дело. Показать эмоции, показать глаза, показать лица. То, что происходит на наше праздник. У нас будет смонтированный интересный фильм в черном-белом формате. Будет сидеть тапер, который будет играть. И все события, которые проходили в течение года, а у нас год был насыщен праздниками, это и 920-летие города, это и 70-летие Победы, это и 120 лет Сергея Есенина. Много-много интересных событий. И вот эти события мы фиксировали в течение года. Мы ввели хронику. И эту хронику мы делаем большим интересным фильмом, который будет ускорен 8 раз. Вот представляете? И будет установлен экран, и каждый может прийти и посмотреть такой интересный фильм о культуре для работников культуры, скажем так. Будут подготовлены выставки. Мы готовим этот прием совместно с вентагентством «Арта», с нашей стульей «Белый бал», где они будут уже в костюмах, в костюмах 20-30-х годов. Именно кино. Старое, доброе кино. И вторая часть импровизированного приема, киноприема, состоится, конечно, награждение. Мы будем чествовать лучших людей сферы. Мы ждем много гостей, которые придут и вручат грамоты, награды. Ну, естественно, отметят. Конечно, конечно. Радуют, что нашу сферу замечают, нашу сферу любят. И придут и из правительства, и из областной дома, и городской дома, которые подготовили награды для наших работников. Это очень радует. И вторая часть – это спектакль «Есница мне сон» в подведничном уборе, который заявал первое место на театральной премии «Зеркало». Мы же понимаем, что, как правило, мы всегда либо за кулисами, либо создаем эти праздники. И в этот день мы хотели людям подарить праздник. Вот вы перечисляли, скажем так, комплекс тех мероприятий, которые будут организованы, вы перечисляли среди них фильм, озвучили фильм, кино. Это потому что год кино? Можно провести такой параллель? Ну, конечно. У нас все мероприятия, которые будут проходить в городе, так или иначе будут говорить о фильмах, говорить о кино. Это очень много, потому что это всероссийский год кино, и мы не можем быть в стороне. Конечно, мы будем постоянно говорить, постоянно устраивать встречи. Вот у нас уже стартовала акция социально-патриотическая для нашей молодежи в кинотеатре «Люксор», где мы показывали фильм «Мы из будущего 2», и она имела, как бы мы увидели те эмоции, которые были в глазах у молодежи, и я думаю, что те, кто увидел этот фильм, они не будут делать плохие поступки. И мы хотим продолжить эту серию встреч, которая заставляет задуматься. И вот тот проект, который у нас стартует в рамках года кино «Киноток», в библиотеке мы уже говорили, а проекты, которые будут проходить в библиотеке, вот метапроект библиотека «Центр общения», у нас он продолжается. И вот в марте у нас стартовал еще один проект, который называется «Киноток». И скажу даже больше, вот у нас буквально в субботу я была в гостях в молодежном лагере «Урбания», где делилась с ребятами, с молодежью, делилась, что происходит в нашей сфере. И я получила столько интересных идей, столько проектов. Я скажу больше, уже вчера приходили ребята и говорили, мы пришли, чтобы начать работать. Это здорово. И была предложена такая интересная идея совместного реализации, вот в рамках «Кинотока», совместная кинолекция, лекция, которую будут рассказывать студенты РГУ, которые готовы рассказать о фильме, готовы рассказать о том, почему этот фильм интересен, и каким образом он будет интересен зрителям. Причем разных категорий. Там могут быть и люди пожилого возраста, и совсем молодые, юные ребята. Я надеюсь, что в таком формате взаимодействия, когда инициатива приходит как раз от людей, которым это интересно, я думаю, что и будет иметь такой отклик. Да, отклик, для кого мы это делаем. Все-таки одно дело – организовать общегородское какое-то мероприятие, праздник. Другое дело – организовать свой такой дружный внутричок. Всегда ждете положительных эмоций, вот этих отзывов положительных? Да вы знаете, мы никогда не ждем положительные отзывы. Мы стараемся делать так, чтобы людям понравилось, и стараемся, чтобы в глазах было то свечение, ради чего мы это все делаем. Потому что зачем делать и ждать какое-то отобрение? Нужно делать от души и дарить частицу своей души другим людям. Вот тогда все получается, и тогда, как вы сказали, тот отклик, который положительный, идет со всех сторон. Поэтому мы стараемся делать свое дело хорошо. И вообще сфера культуры – это как раз то, что нас окружает, то, что дает нам эмоции в разных деятелях. Это может быть библиотека, это может быть музей, это может быть школа искусств. Вы знаете, хотелось бы сказать, что не только досуг, не только массовые мероприятия у нас происходят в сфере, но у нас много событий, которые, может быть, не так видны на первый взгляд. Это наша школа искусств, в которых обучается 5755 человек. И это стало возможным благодаря тому, что администрация уделяет большое внимание материальной базе наших учреждений. Вот буквально в этом году открылось два досуговых центра в отдаленных районах. Это поселок Строитель и микрорайон Дягилева, которые после долгой реконструкции мы получили досуговые центры при школах искусств. Соответственно, жители получают возможность не только увидеть своих детей, поучаствовать в досуге по вечерам. Мы стараемся как бы найти нишу, чтобы каждому было интересно. Поэтому у нас и такое увеличение контингента в этом году происходит. Наши музеи, ну музей Павлова, я думаю, знает, это визитная карточка нашего города, музей путешественников, которые активно развиваются, ищут новые формы работы. Вот у нас буквально в этом году стартует наша муниципальная инициатива «Городская школа экскурсоводов». Вот как раз пользуюсь эфиром, я обращаюсь ко всем жителям, которые хотят рассказать об истории нашего города, хотят научиться, хотят, может быть, что-то для себя познать и поделиться своим опытом с нашими людьми, которые впоследствии станут нашими активными участниками экскурсий по городу, создают интересные новые проекты туристических маршрутов нашего города. Не только стандартный набор, о котором мы знаем, но хотелось что-то интересное найти, чтобы это было необычно. Необычно, да, непривычно. Поэтому мы развиваемся, ищем новые подходы. Как в библиотеках, тот проект, который мы запускаем, библиотека «Центр общения». Потому что что-то нужно искать, нужны новые формы, чтобы нас постоянно видели, чтобы мы были нужны. Это самое главное. Мы, собственно, вас приглашаем на наш праздник и надеемся, что вы вместе с нами порадуетесь. Мы обязательно, мы мало того, что порадуемся, мы еще и осветим, как все порадовались. Желаю вам быть нужными всегда. Спасибо. Спасибо, что были с нами. Это была программа подробностей. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...